Ты знаешь, я устроился в редакцию, условия неплохие, думаю, что нужно заканчивать с ютубом. Ты же этого хотела. В каком смысле я этого хотела? Хотела, чтобы была стабильная работа, зарплата, чтобы... Конечно, я хотела, чтобы у тебя была работа. У меня есть работа, я при деле. У тебя была мечта, разве не так? Вот моя мечта, работать в крупном агентстве. Ты сама говорила, что это глупое шоу никому не интересно. Да я не... Да кто вообще подпишется на канал с названием Диванян? Смени название. Я снимаю уже два года. Просмотров нет, монетизацию урезали. Смысл снимать? Почему людям вообще должен быть интересен мой канал? Потому что ты вложишь в него душу, а люди обожают такое. Тебе нравится то, что я делаю? Да. Нравится? Меня зовут Сергей, и это квиз-шоу, где я проверяю прохожих на знания школьной программы. Сегодня 8 глупых вопросов прохожим. Погнали! В какой части России находится Кишинев? Нет? Я не знаю. Предположение, может. Московская область. Кишинев! Ну, Московская область. Кишинев? Это... Это украинская же, да? Первый раз слышу это город. Где-то в Азии. Восточный? Кишинев вообще не находится в России. А где? Кишинев это... Сейчас скажу... Молдова. Молодец. Кишинев не в России находится. А где? Столица Молдавии. Республики Молдова. Что такое дюжина? Дюжина это мера измерения. И сколько там? В одной дюжине, не знаю, честно говоря, сколько. Я не знаю. Вообще первый раз слышу. Килограмм? Не, подожди, дюжина 5. Или 25 килограмм. Дюжина это когда народ собирается. Дюжина яиц это сколько? Дюжина яиц 10. Дюжина 10. Просто 10. Нет. Чуть-чуть ошибся. Ну, хорошо. Это что-то в количестве связано. Может, 10? 70. Дюжина это 12. Ну, число. Что такое дюжина? 12. Да. Назови самый легкий газ. Я химии вообще ноль. Бедные школьники, мучаю их тут. Не азот. Не помню, на Г что-то вроде бы. Газпром. Углекислый? Углекислый? Кислородный. Нет. Углерод. Углекислый, азот и что-то там еще. Обозначается буквой H. H водородный? Да. Азот? Не знаю. Водород? Водород? Водород. Произнеси по буквам слово бюллетень. Как бюллетень? Б-Е-Л-Ю-Т-Е-Н, мягкий знак. Б-Е-Л-Ю-Т-Е-Н, мягкий знак. Б-Е-Л-Ю-Т-Е-Н, мягкий знак. Ну, уже неправильно. Две? Уже две ошибки. Б-И-Л-Ю-Т-Е-Н, мягкий знак. Б-Е-Л-Ю-Т-Е-Н, мягкий знак. Одну ошибку сделал. Б-Е-Л-Ю-Т-Е-Н, мягкий знак. 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 Л, Л, Е, Т, Е, Н, мягкий знак. Молодец, правильно. Б, Ю, Л, Л, Т, Е, Н, мягкий знак. Назови численность населения России. 7 миллиардов. России. А это что? Я не знаю. Россия — это весь мир. Ну, 7 миллиардов. Ну, хорошо, а в мире сколько? 7 миллиардов. А в России? 7 миллиардов. Нет, в России не стихать. 6. Ну, 6. Ну, почти. Я думаю, может быть 2 миллиарда. Миллиард. Миллиард. Не, не миллиард, но где-то так. 180 миллионов. 107 миллионов, что-то такое. 120 миллионов. 150 миллионов. Все, правильно. Примерно 150 миллионов. Я не знаю, какие последние сводки, но... Если примерно назовешь... Примерно 146 миллионов. Правильно, 145, да. Кто продал Аляску Америке? Ельцев. Какой-нибудь Колу? Колу. А Петр Второй? Нет. Сергей Второй. Сергей Второй. Не вспомню. Второй кто? Николай. Путин. А-а-а-а, блин. Я понял, просто забыл эту... Финляндия. Нет, это... Император российский. А, император Путин, да? Екатерина Вторая? Нет. Тогда не... Это был мужчина, тоже второй. Николай Второй? Николай Первый. Сейчас, сейчас. Александр Второй. Да, правильно. Сколько секунд в 30 минутах? Сколько секунд? Ой, я даже не могу на это ответить, если честно. Сколько секунд в 30 минутах? Это самый легкий вопрос, Антон. 30, 30... 30 минут. Ой, 30 минут. Так, в одной минуте сколько секунд? 50. 59. 59. Нет. 50 секунд? Ну, 30. 60. 60. Бежи, чуть-чуть, я гадал, 59. 60 умножить на 30. Не знаю математику. Не ходил вообще. 6,3. Короче, у тебя прям провал с математикой. Ну, вообще провал, поэтому я не хожу, не работаю, мне нужна математика. Так, ладно. Я боксер, потому что, наверное, из-за этого мне голову отбили, вот, в спортзале, наверное. Поэтому, кроме этого, ничем не занимался. 6 на 300... 18 тысяч секунд. 12, 16. 10 умножить на 60. 50. 18 тысяч. 18 тысяч. Все правильно. 1080. 180. 900? Не знаю. Нет, 900 мало. На таком легком вопросе сейчас. Ну и математика. Математика, это очень... Я думаю, я еще. У тебя есть время. Можно еще по истории? Я отвечу. Да ладно, 30 на 60. 3 на 6. 3 на 6. А, почему 900... 3 на 6, 18, 1800. 1800, все. Тут такая прогрузка. 1800? 1800. Так, 180... 1800? 1800. 1800. Какое слово начинает текст Конституции РФ? Дорогие люди, наверное. Ну я тупой, но не отвечу, не сложный вопрос. Конституция? Нет. Сейчас, я сдавать должна была общество знания. А, ну тогда давай. Ну я не сдавала его. Сейчас. Тогда без подсказок. Российская Федерация? Может быть указом Владимира Владимировича, что нет? Это местоимение. Подсказка. Это? Ну там номер какой-то, нет? Номер, действительно, как там? Нет. Просто со слова местоимение начинается. Местоимение какие знаешь? Ты не знаешь, что такое местоимение? Да. Слове? Нет, ну, оно... Конституция начинается с местоимения. Какое это местоимение? Не знаю. Знаешь? Какие местоимения знаешь? Никакие. Никакие вообще. Самое сложное сейчас. С какого слова начинается текст Конституции Российской Федерации? Мы? Откуда ты знаешь? Я Конституции статьи учил, когда к ЕГЭ готовился. Слушай, это единственный правильный ответ. Молодец. Да. Смотрите другие выпуски шоу в конце этого видео и подписывайтесь на мой инстаграм. Увидимся через неделю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok